Из книги «Открытым оком» 25-й том, тема «Лапкин книги. Вопрос 3701». Что приходилось слышать от тех, кто не принимает книгу к истинному православию, где указаны основные недостатки в церкви и как от них избавиться? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Просто не принимает, потому что очень уж привыкли к признакам антициста, почитая сие за откровение Божие. Собственно, никого не знаю, кто внимательно прочитал бы эту книгу до конца, а лучше бы сконспектировать и по фунтам смог бы мне указать, что за лучшие лекарства они знают от страшных язв, которыми покрыт та организация, которая себя выдает за патриаршую церковь. Вот один из упреков. Там нет ссылок на Евангелие. Что можно это сказать? Тяжело больной тот человек и, похоже, неизлечим, и что так и отойдет к осам своим. В книге сей, в 476 страницах, даются ссылки с полным текстом на 1037 мест Библии. Просто ссылки на места Библии без текста, еще 356. Ссылок на канонную Святых Артов 30, даже на фотографиях 10 ссылок на Библию. На Золотауста ссылки 146 раз. И Клисиас 2.13 И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. Матфея 4.16 Народ, сидящий по тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. Варуха 3.20 Позднейшие видели свет и жили на земле, но пути мудрости не познали. Вечерний час уже настал, спустилась ночь, окутав мглою. Поля луга, лишь пролетал прохладный ветер над землею. Несется ветер, слышит он собой, нарушил тишь ночную. В немом саду страдается стон, печаль, скрывавший неземную. С небес неспосланный искус, отсрочить, миновать желая. В тот день молился Иисус, колено в горе преклоняя. В ответ на скорбь святой души к нему не шел посланник рая. И был он с ним в ночной тиши, его к страданиям укрепляя. Александр Ильский.